здравствуйте уважаемые трейдеры сегодня 30 октября вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании фиба групп студии его ведущий ярослав голобор валютная пара евро доллар после достаточно мощного обвала в конце минувшей недели котировкам пары удалось вернуть часть утраченных ранее позиции но для дальнейшего укрепления покупателям необходимо преодолеть уровень сопротивления у отметки 116 40 открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей так как ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов среднедневная волатильность за последние пять торговых дней все еще удерживается выше средних значений за месяц и полгода что свою очередь увеличивает риск охлаждения рынка развитие более мощного коррекционного роста рассматриваю в качестве основного сценария а сейчас перейдем к паре фунт доллар на фоне коррекционного ослабления доллара сша котировкам пары удалось вернуть часть утраченных ранее позиций но общая ситуация по данной валютной паре остается неопределенной и таковой может остаться вплоть до оглашения результатов голосования по ставке комитета монетарной политики банка англии открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей так как умеренный рост котировок пары во время американской сессии сопровождался ростом открытого интереса среднедневная волатильность за последние пять торговых дней остается выше среднего значения за месяц что увеличивает вероятность охлаждения рынка на данный момент качественных торговых сигналов нет а сейчас перейдем к паре доллар сша канадский доллар покупателям не удалось зафиксироваться над уровнем сопротивления 1 29 2 0 но и активность продавцов все еще остается очень слабой что указывает на способность пары продолжить рост однако прорыв поддержки у отметки 1 28 10 может усилить активность продавцов открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов так как ослабление котировок пары сопровождалась дальнейшим увеличением объемов торгов среднедневная волатильность за последние пять торговых дней остается выше средних показателей за месяц и полгода однако сегодня волатильность может снизиться прорыв поддержки 1 28 10 может усилить активность продавцов краткосрочном периоде а сейчас перейдем к экономическому календарю с открытием американской торговой сессии трейдерам необходимо уделить внимание данным по изменению расходов населения сша уменьшение этого показателя негативно для доллара сша немногим позже германия отчитается по изменению темпов роста инфляции так как это предварительная оценка степень важности отчета увеличивается на этом у меня все благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы фокус рынка а Фиба Групп. Ваша финансовая группа поддержки.